Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф. И сегодня в своем новом видеоролике по проекту Амазинг Онлайн я решил заснять обзор на автомобиль Flanker, который является самым быстрым на проекте Амазинг Онлайн. Не забывайте регистрироваться по моему промокоду LEVONTE, вводите его. Приходите по ссылке в описании, на пятом уровне он отдаст 100 тысяч рублей, на десятом уровне 200 тысяч рублей. Всем хорошего дня, приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Предлагаю оценить, потому что в любом случае Flanker это имба. Сейчас мы найдем его, где он тут у нас вообще. Bentley, Bentley, Bentley. Ну для начала нам надо випку скорее всего взять из призов. Потому что у нас випки нет, то есть соответственно мы не можем тачки брать. Все, мы взяли випку, сейчас достанем фланкер. Вот Flanker F. По идее он должен быть full затюненный. Это 100%. Выглядит как обычный спорткар. Да, он на третьем чипе. Давайте пробьем карпас. Stage 3, в принципе, нитро установлено. Остальное все нам не надо. Я не знаю там насчет неона и всего остального. Я это ничего ставить не буду. Потому что не вижу особого смысла в этом. По-моему тут его даже и нет. А нет. Ну можем, кстати, попробовать поставить. Если он тут есть. Но его тут нет. Короче, давайте просто затестим автомобиль. Внутри он выглядит, ну, как обычный такой спорткар. Знаете, ничего такого особенного типа нет. Потому что в спорткарах такого уровня, у которых там дофига лошадиных сил, особо не делают какую-то интерьерную. Интерьерный акцент, скажем так, да. Скорее там делают именно все ради безопасности, чтобы все было нормально. Так, сейчас выйдем на прямую дорогу. По бездорожью понятно, что он будет плохо справляться со своими целями. Это не тот автомобиль, который создан для него. Но даже тут он уже шлифует, считайте. Я чуть-чуть нажимаю газ пол и он уже 160 едет. Это очень жесткий автомобиль. Я давно не хотел снять обзор, но все руки не доходили. Потому что, помню, меня кто-то просил даже в комментариях снять обзор на флангер. Плюсом, кстати, этот флангер находится в Амазинг пассе. Если вы хотите его, в принципе, получить, то можете начать игру на проекте Амазинг онлайн. А именно на сервере Азур, по-моему, промокоду Левонтий. Ну что, погнали. Дрифтит он тоже, кстати, неплохо. Весьма хороший дрифт. Мы наблюдаем. Так, давайте объедем всех. И сейчас попробуем по прямой выжить. Вообще, сколько он едет. Так, ну уже, типа, без особых усилий. Там была пустая машина, если что-нибудь страшного. Без особых уже усилий можем понять то, что машина едет очень резво. Сейчас попробуем его прогнать до Таула. 370, и это не предел. У меня уже машина просто взлетает. 370, при этом не предел. Я хочу почувствовать. А, там еще и нитр же есть, точно. Давайте попробуем. Просто я не знаю, где найти такую прямую линию, прямую дорогу для фланкер. Потому что, явно, автомобиль едет очень люто и быстро. Ну, дрифт контролируемый. Не такой занос, который бывает, как у некоторых машин. Не знаю, мне, конечно, интересно ешку с нитр попробовать. Потому что, каково это будет. Потому что на ешке у меня никогда не было нитра. И, скорее всего, не будет. Но, если попросить, в принципе, у админов, то можно будет попробовать. Но мне нравится дрифтить на фланке. Ты посмотрите, эта машина. Она спокойно входит во все заносы. Легко управляется. Ну, об дерево бывает ударяемся, конечно, но... Сейчас, 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 сейчас попробуем. Ставка, откуда у тебя столько фото, Соконич? Ха-ха-ха, не скажу. Потому что я админ. Так. Надо бы прямую линию найти. Думаю, сейчас прямая линия будет. 370, я видел, она выжимает. Я думаю, она может и 400 выжить, по идее. Просто надо разогнаться хорошечно. 378, да, по-моему, было. По-моему, 378 было. Да, 378 максималка у фланкера, но это жестко. Это, походу, реально самая быстрая тачка, потому что я не знаю машин на амазинге, которые были бы быстрее, чем этот фланкер. Потому что, ну, 378 плюсом нитро придает ускорение, то есть вы быстрее разгоняетесь. Это очень жесткая машина. Ну и, в принципе, не знаю, если бы я ее получил абсолютно внезапно из какого-нибудь там либо контейнера, либо просто выполняя задание в амазинг пассе, купил бы его, я бы точно обрадовался, потому что машина едет мега резво. Она держит все управляемые заносы, но единственное, вот она абсолютно никаким образом, ну, не едет по бездорожью, потому что она тут начинает буксовать. Ну, а так машина 378 развивает, и она, типа, едет стабильно столько. И понятно, конечно, с какой машиной ее можно сравнить. Я думаю, вы мне должны написать в комментариях. Но мне кажется, фланкер это топ-1 машина на данный момент времени, которая едет столько, и при этом так хорошо управляется. То есть, видите, можно просто боковые какие-то маневры крутить. Ну, мне это нравится. Это очень круто. Так, ну что, сейчас сделаем, наверное, пару подсъемов. Мы уже сделали выводы по этой машине. Еще раз, сколько у нас там карпас? 20 миллионов у нее госцена. Ну, конечно, понятное дело, с таким стейджем, с таким тюнингом она будет стоить в раз 10 больше. Давайте сделаем пару подсъемов, наверное, и будем заканчивать. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ну что, ребят, вот такой вот видеоролик получился. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Отличник Лайв. До новых встреч. Всем пока-пока.